Пирамиды 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 1500 год нашей эры. Правление ацтеков в Мексике. Это безжалостная империя. Войны охотятся на людей, чтобы содрать с них кожу и принести в жертву богам. Но среди ацтеков ходят слухи и легенды о затерянном городе. Мирном рае, построенном богами. Однажды миф становится реальностью. Ацтеки видят что-то из другого мира, другого времени. Фантастический город. Город-пирамид. Разрушенный город так огромен, что ацтеки предполагают, что это должно быть самое священное место во Вселенной. Они называют его Теотихуакан. Место богов. Он построен, чтобы внушать благоговение. Превосходная сетка длинных улиц. Массивные пирамиды. 13 квадратных километров каменных зданий. Территория больше площади империального Рима. Ацтеки называют центральный бульвар дорогой смерти. Две самые большие пирамиды они называют в честь небесных тел. Пирамида Солнца. Пирамида Луны. От своего появления приблизительно в первом веке нашей эры до своего исчезновения примерно 7 веков спустя Теотихуакан был самым большим городом в западном полушарии. Ацтеки понятия не имеют о том, кто построил этот город и почему его бросили. И это до сих пор непостижимая тайна. Здесь должно было произойти что-то ужасное, чтобы пышащий жизнью мегаполис превратился в город-призрак. Все великие строители пирамид древнего мира однажды в конце концов исчезали. В Африке. В Азии. В Европе. В Америках. Но мы знаем, зачем было построено большинство пирамид. Они были гробницами знати, алтарями для ритуалов и молитв. Но Теотихуакан — это загадка. Таинственная цель этих пирамид затерялась во времени, потому что строители пирамид почти ничего здесь после себя не оставили. Мы не знаем, как они себя называли, на каком языке говорили, где похоронены их правители. Они не оставили ни книг, ни письменности, никакой записанной истории своего прошлого. Около века археологи собирали данные по частям. Одних только керамических черепков было проанализировано, пронумеровано, помещено в мешки и запечатано более 900 тысяч. Значение многих артефактов все еще спорно. Но недавние раскопки проливают свет на историю жизни и смерти города-пирамид. Теотихуакан — это изолированное место на севере региона, известного как Мезоамерика. В начале первого тысячелетия нашей эры здесь была лишь пыльная деревушка, в которой было больше кактусов, чем людей. А потом, внезапно, практически за день, население увеличилось до десятков тысяч. Как эта пыльная заводь вдруг превратилась в самый большой город в Америках? Одна теория. Люди бежали сюда от огня божьего. Ужасное извержение вулкана. Внезапно гора начала извержение. По ее подножьям потекла лава. Были погребены целые города. Реки запружены. Фермерская земля уничтожена. Это апокалипсис. Гнев рассердившихся богов. В поисках безопасности выжившие жители деревень бегут в место, которое вскоре назовут Тео Тихуакан. Но этот город – это загадка в загадке. Почему все скрывались в этом месте? Были и другие места, еще дальше от вулкана, где почва лучше и осадков больше. Для нас это действительно одна из загадок. Эти люди бежали от вулкана, они могли бы действовать и по-другому. Например, они могли рассредоточиться по долинам этой местности. Они могли пойти дальше на север и образовать более рассредоточенную систему поселений, но они этого не сделали. И на протяжении поколений они, похоже, усердно работали, фокусируясь на одном участке земли. Должно быть, что-то или кто-то в этом месте привлекло беженцев. Возможно, человек, который взял все в свои руки в это ужасное время и предложил выжившим свой план. Здесь мог быть харизматичный лидер, который организовал этих беженцев, создав новый порядок, новую гармонию со Вселенной и космосом. Кто-то, необыкновенно сильно связанный со священными силами. Кто-то, кому симпатизировали боги и у кого был свой план, план действия. План нового лидера. Они сделают гигантское подношение богам. Из вулканической горы, того самого вещества, которое убило их семьи, разрушило их города, они построят свои вулканы. Пирамиды. Лидер предложил простые условия. Физический труд в обмен на безопасность. Космическая масштабность плана убедила беженцев в том, что это сработает. Беженцы начали строительство. Рождается город и новый образ жизни. Пирамиды представляют новую эпоху. Время порядка и надежды. Они построены в эпоху большого оптимизма. Утопического представления о будущем. Город был одним из главных городов всего региона Мезоамерики. Он стал местом паломничества. Город был святым городом. Городу больше никогда не угрожали вулканы. Сохранившиеся гигантские пирамиды сегодня являются единственными свидетелями славы Тео Тихуакана. Каждая стена, каждое здание были покрыты гладкой белой штукатуркой, а потом покрашены. Город был красным. Паломники приходили издалека в знаменитое прекрасное место. Как Лас-Вегас, как Тадж-Махал, как Эйфелева башня, построенные, чтобы производить на людей впечатление. Это первая великая мощь Америк. Чудо древнего мира, порожденное катастрофой, построенное группой беженцев. На протяжении веков их достижение привлекало людей селиться в тени пирамид, пока другая таинственная катастрофа не разрушила мечту. Как это произошло? Секрет хранится в самих пирамидах. В 4 веке н.э. на Земле нет места подобного Тео Тихуакану. Египетская империя давно распалась. Классическая греческая цивилизация исчезла. Варвары разграбили Рим. Европа погрязла в темных веках. Тео Тихуакан достигает своего рассвета. Одни из самых интересных событий, происходящих на Земле, происходили здесь, в Тео Тихуакане. Население растет, достигая 200 тысяч. Тео Тихуакану нет равных в Мезоамерике. Город контролирует торговые маршруты от современной Аризоны до Эль-Сальвадора. Он был огромен. Он мог сравниться с любым городом Старого мира. Мощь его распространялась на всю Мезоамерику. У нас есть свидетельства того, что люди знали Тео Тихуакан с севера, по крайней мере, до Гондураса на юге, и до берегов обоих океанов. Чтобы действительно понять этот древний мегагород, можно сравнить его с современным городом Гонконг, Лондон, Нью-Йорк. Мощные центры культуры и коммерции. Иммигранты приезжают, чтобы жить в тени их небоскребов. Тео Тихуакан ничем не отличался. Люди со всей Мезоамерики приходили, чтобы жить в городе-пирамид. Небоскребы – это пирамиды современной эпохи. Они говорят о власти, статусе, доминировании. Чтобы построить что-то большое, одних амбиций мало. Нужны знания. Как эта древняя цивилизация построила такие огромные пирамиды? Это кажется невероятным подвигом. Они ничего не знали о металлических орудиях труда. Об использовании животных. И не использовали колесо. Эта загадка вызвала странные теории о тех, кто построил этот город. Египтяне. Потерянные племена Израиля. Финикийцы. Даже инопланетяне. Все они пробовались на роль строителей пирамид. Но никто не подошел. Эти пирамиды, эти конструкции развивались прямо здесь, предками людей, которые живут здесь сейчас. Тео-тихуаканцам не были нужны египетские каменщики, которые научили бы их строить пирамиды. Они изобрели свои собственные методы. Инженерию, архитектуру и способность организовать огромное количество рабочей силы. Одна пирамида Солнца весит почти 4 миллиарда килограмм. Рабочие разрабатывали карьер, пока весь ландшафт не стал усыпан пещерами. Они очистили 8 квадратных километров от верхнего слоя почвы, необходимой для интерьера пирамид. Вручную они притаскивали камни, лежавшие в километрах от пирамид. Анализ зубов и костей из могил времен ранней истории города показывает, что рабочие были относительно здоровы. Эти люди строят пирамиду не потому, что их заставляют это делать хлыстами. Они строят ее, потому что это их гражданская ответственность перед государством. В этом смысле эта пирамида их, это их конструкция. Если рабочие не были рабами, то кто-то должен был ими управлять. Был ли у них король, император, управляющий, консул? Никто не знает наверняка. Не было найдено ни одной подсказки, которая открыла бы имя лидера Тео Тихуакана. Мы не знаем точно, где они жили или где они похоронены. Мы никогда в истории археологии этого города не находили ничего, что указывало бы на его правителя. Выставлять индивидуальную власть на показ, похоже, это было не в традициях Тео Тихуакана. Почти любая другая цивилизация в истории открыто почитала своих правителей. Египетские пирамиды – это памятники умершим фараонам. Правление королей майя выражалось в глифах, высеченных в камнях. Римских императоров славили, как живых богов. Гигантские мраморные памятники воздвигают в честь американских президентов. Многие полагают, что ответ на вопрос, кто управлял городом пирамид, захоронен в самих пирамидах. Вероятное местонахождение гробниц правителей – это вторая по величине пирамида в городе – пирамида Луны. Археолог Сабора Сугияма пробирается вглубь пирамид в поисках гробниц. Работа опасна. Тоннель может рухнуть в любой момент. Они двигаются медленно, тщательно укрепляя стену. В конце тоннеля он делает неожиданное открытие. Стену. Не в гробницу, а в другую пирамиду. Пирамида, которую мы видим сегодня, прячет в себе более старую пирамиду. Сугияма продолжает раскопки. И тогда он обнаруживает другую пирамиду. Потом еще одну. И еще одну. Мы нашли семь. Всего семь построек. Пирамида Луны – это не одна пирамида, а семь. Кто строил пирамиды на вершине пирамиды? Сугияма полагает, что пирамиды были неизменным символом богатства и мощи. Тео Тихуакан рос, чтобы доминировать во всей Мезоамерике. И правители строили все больше и больше. Послание этих огромных конструкций абсолютно очевидно. Это земля наша. Мы – абсолютная власть. Мы можем строить, как боги. Сугияма все еще считает, что однажды он обнаружит королевскую гробницу. И узнает, кто правил Тео Тихуакана. Но существует неоспоримое свидетельство того, что цель пирамид была другой. Оригинальное новшество самих конструкций. Пирамиды были секретом того, как город остается в живых. Под пирамидой Солнца находится пещера. От входа у лестницы пещера тянется на 100 метров к сердцу пирамиды. Для людей Тео Тихуакана пещеры были священны. Здесь захоронены боги. Мертвые уходят в загробный мир. Втайне религиозные группы приходят сюда, чтобы молиться. Эта пещера могла быть настолько священной, что пирамида Солнца была построена как гигантский купол, чтобы защитить ее. Но отношения пещеры и пирамиды могли быть более сложными. Тоннель проходит к восточно-западному направлению. Это точное расположение пирамиды. Является ли это точное расположение совпадением или подсказкой к вопросу о предназначении пирамид? Передняя часть пирамиды, как огромная стрела, указывает на место на горизонте. Раз в год именно в этом месте на горизонте появляется созвездие, которое называется «Семь сестер». Это астрономическое событие сообщает о самом благоприятном месте для засева урожая. Хороший урожай означал процветание. Плохой мог означать массовый голод. Выживание города зависело от точного использования звезд для летоисчисления. И пирамиды были построены именно для этого. Пирамида Солнца была огромным будильником. Небо для нас является самым зависимым фактором природы. По небу намного лучше следить за временем, лучше, чем потому, когда желтеют листья или зацветают кактусы. Как они расположили пирамиды согласно расположению небесных тел? В лучшем случае у них были элементарные орудия труда. На самом деле, чтобы сделать это, не нужны бульдозеры, компьютеры, даже специальные линейки, машины, калькуляторы, ничего такого. Нужно длительное наблюдение во времени. Судьба всей цивилизации могла зависеть от одного человека и нескольких палок. Это было так же просто, как направить дуло ружья. Астроном сопоставил бы две палки с положением Солнца и звезд по прямой линии. Эта линия становится центральной осью пирамиды. Мы не осознаем, что мы можем сделать невооруженным глазом, руками, веревками, палками. Этот простой метод позволил им соотнести весь город с расположением Солнца и звезд. Некоторые ученые считают, что с самого начала это и был план. Город, соединенный с космосом. Ради жизни всего города они никогда не нарушали этот тайный дизайн. Когда люди Тео Тихуакана смотрели на звезды, луну, солнце, они верили, что смотрят на самих богов. И теперь город гармонировал с ежедневными маршрутами богов. Этой земле должна сопутствовать удача. На протяжении веков так и было. То, что начиналось как астрономическое наблюдение, со временем развилось в сложный ритуал. В религию. В храмах на вершинах пирамид священники молились, чтобы пошел дождь. Чтобы было плодородие. Город был в гармонии со звездами. Мирные ритуалы. Эти данные говорят о том, что город существовал в мире и гармонии. Если это так, то Тео Тихуакан сильно отличался от других великих империй Америки. Ацтеки и майя поклонялись кровожадным богам. Богам, которые требовали больше, чем приношений зерна и воды. Они требовали человеческой крови. Мог ли Тео Тихуакан настолько отличаться от них? Спустя тысячу лет многим хотелось бы так думать. Во время весеннего равноденствия люди со всего мира приходили к пирамидам, чтобы поклониться восходящему солнцу. Многие верили, что пирамиды обладают сверхъестественными исцеляющими силами. Если Тео Тихуакан был построен как город мира и гармонии, то тому должны быть доказательства и вне пирамид. В домах простых горожан. Археологи Йен Робертсон и Луис Барба ищут древние дома обычных Тео Тихуаканцев. Это нелегкая задача. В большей части города раскопки не проводились. На том месте, который когда-то был древним городом, построено пять современных городов. Города – это перенаселенные участки маленьких улочек. Часто их поиски заканчиваются ничем. Артефакты погребены под дорогами, стенами, зданиями. Археологические сокровища давно исчезли. Несмотря на преграды, ученые обнаружили гектары каменных зданий. Всего две тысячи. Это жилища строителей пирамид. В то время, когда большинство людей в мире жило в хижинах с соломенными крышами, жители Тео Тихуакана жили в огромных одноэтажных каменных многоквартирных комплексах. Квартиры были не только для богатых. Они были для всех. Тео Тихуакан – это единственный город древнего мира, в которых строились постоянные жилища для обычных людей. Это похоже на кухню для небольшой семьи. Возможно, здесь было семейное общежитие, и мы не знаем, что здесь происходило. Следы, обнаруженные в этих многоквартирных комплексах, подтверждают идею о том, что город прославлял мирную жизнь, а не войну. Когда-то почти каждая стена была покрыта фресками. Несмотря на то, что сохранились лишь фрагменты, они о многом говорят. Этот человек, одетый как ягуар, с головным убором, с перьями. Это очень красиво. Он карабкается на коленях. У него в руке охотничий рог. И вы видите, что он идет вперед, чтобы подняться в храм. Это очень украшенное место. Оно украшено перьями и фресками. Личные ритуалы могли быть такими. Есть изображения конфликтов и смерти, но чаще всего они рисовали природу, горы, деревья, цветы, воду, пышный сад странных существ. Осуществили ли жители Тео-Тихуакана невозможное? Создали ли они рай на земле? Или эти фрески не больше, чем их фантазии? В глубине города пирамид находится свидетельство совсем другого Тео-Тихуакана. Возможно, он был не менее жестоким, чем майя или ацтеки. У этого города тоже темное и кровавое прошлое. Сабура Сугияма сделал тревожащее открытие в глубине пирамиды Луны. Человеческие кости Беспорядочные разбросанные в грязи. Это не похоже на нормальные похороны. Скелеты обезглавлены. Руки связаны за спиной. Здесь произошло что-то темное и жестокое. Эта находка не вписывается в образ мирной утопии. Кости аккуратно упакованы и отправлены в лабораторию. Судебно-медицинский эксперт, антрополог Майкл Спенс считает, что по костям может прочитать историю смерти этих людей. Порезы, ссадины, размеры форма костей – это подсказки об историях их жизни. Но кости в плохом состоянии. В отличие от египтян, теотихуаканцы не мумифицировали тела. Обезглавленные скелеты – это больше, чем просто пыль. Но один из целых скелетов может рассказать историю целиком. Спенс называет его 6А. Мы можем сказать, что 6А был мужчиной. Выносливость и различные их черты говорят нам об этом. Спенс собирает воедино отдельные части черепа. Дырка в черепе говорит о том, что 6А умер жестокой смертью. Его принесли в жертву, связав его, и потом ударив как минимум дважды. Для того, чтобы защитить успешность города-пирамид, жизнь этого человека нужно было отдать в жертву бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Город процветал сотни лет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Исчезновение строителей пирамид это огромная загадка, которую можно решить, собрав все маленькие следы Не сами пирамиды, а зубы, собранные в древних могилах Я знал ситуации, когда теории о разрушении древних цивилизаций были опровергнуты, потому что их нельзя было подтвердить зубами Зубы — это один из лучших способов узнать, каким было здоровье человека Здоровые зубы говорят о хорошем общем состоянии здоровья А зубы, обнаруженные здесь, говорят о том, что здесь не все было хорошо В поздние годы истории города здоровье людей не было очень крепким Причина ухудшающегося здоровья — популярность самих пирамид Слишком много людей приходило, чтобы жить под защитой их теней Город превратился в сеть шумных улиц, на которых царили болезни и пахло нечистотами Здесь не было достаточно пищи и воды Продолжительность жизни была небольшой Для этого могло быть несколько разных причин Неудача в снабжении продовольствием — это первая причина Другая причина, городская, — это загрязненность воды в городе Я считаю, что очень большой город, в котором много мусора и человеческих нечистот, обречен Этот город не был гигиеничным Пирамиды были слишком успешными Трения усиливались Город дорос до критической отметки Этот квартирный комплекс вмещал в себя целую армию Это знак того, что правители чувствовали, что им нужно защищать себя от вторжения Или даже от своих собственных горожан Увеличивался раскол между бедными и богатыми Главный бульвар города, Дорога Смерти, теперь стал запретной территорией для простых людей На Дороге Смерти теперь царила сегрегация Она теперь была в руках элиты Тео Тихуакана Затем последняя катастрофа Такая, которую не могли предотвратить ни кровавые жертвоприношения Ни расположение города по звездам Засуха Необходимость дождя переросла в отчаяние Священники убивали даже младенцев, полагая, что детские слезы принесут дожди Во время этого катаклизма люди могли задаваться вопросами Что заставило богов бросить нас? Почему они нас предали? Вот что могло случиться Люди могли сказать, что священники не выполняют свою работу Когда-то ученые считали, что когда город разрушился, его захватили и разрушили Но в этом регионе существует мало следов Достаточно большой мощи для того, чтобы захватить и поработить даже ослабленный город Должно быть, Тео Тихуакан уничтожил себя сам Порожденный страхом вулканов, город погиб в огне Почти 15 веков спустя свидетельства все еще видны на стенах пирамид и храмов Следы поджога Здесь вы видите следы огня Пожары были такими сильными, что камни почернели Поэтому нет сомнения в том, что храм был плохим Возможно, это случилось спонтанно в одну ночь во время священного ритуала жертвоприношения Прось по дожде или пищи Одна теория гласит, что жители города подняли восстание и сожгли символы своей былой славы И теперь, как они считали, своего позора Пирамиды Это такое же экстремальное действие, как если бы американцы подожгли Белый дом Или если бы католики подожгли Ватикан Одна привлекательная улика подтверждает эту теорию Очень мало следов ущерба, причиненного огнем в двух тысячах квартирных комплексов Разозлившиеся горожане не сожгли бы свои собственные дома Но другая теория еще более странная и призрачная Ученые нашли следы древесного угля в разваленных храмах Это остатки огромных костров Во время мятежа такое пламя никому не нужно Это были заранее обдуманные пожары Настоящими виновниками могли быть сами священники, которые ухаживали за богами и пирамидами Годы славы Тео Тихуакана прошли, проект был завершен, система больше не работала Места власти, места священной власти, священные места дороги смерти нужно было как-то уничтожить Они подожгли храмы на вершинах пирамид Они разбили храмы на вершинах пирамид Они разбили скульптуры своих богов Священники навсегда разорвали священную связь между городом и космосом Как тлеющие вулканы горели храмы на вершинах пирамид Последнее послание богам Тео Тихуакан мертв С течением времени люди стали медленно покидать город Здесь была культура, которая преобладала над Америками почти тысячу лет А потом она пропала Она доминировала, она так долго была главной сценой Она пала, она разрушилась, она изменилась, но она оставила после себя наследие, чтобы мы его увидели Но даже когда город вымер, его влияние продолжало распространяться по Америкам и во времени Эта загадочная цивилизация, которая когда-то была задумана как рай на земле Могла быть первоначальным источником кровавых ритуалов, которые позже переняли другие империи Боги Тео Тихуакана стали богами ацтеков Теперь мы знаем, что он не был утопией Но на земле не существовало места, подобного ему Впервые в истории Америк люди собрались вместе, чтобы жить в мегаполисе Они построили одно из самых больших священных мест во всем древнем мире Это был знаменитый эксперимент, который длился веками Город, построенный для гармонии и порядка Это то, на что надеются Это то, ради чего люди живут Это то, за что они молятся Да, они приносили жертвы Да, они воевали Но не это было центром их идеологии Мы до сих пор не знаем, как они себя называли На каком языке говорили Где похоронены их правители Все, что осталось, это камни Миллионы камней Огромные памятники городу и людям, потерянным во времени Огромные памятники городу и людям, потерянным во времени